Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях. Крок до среды, своими фотографии мне и Владимиру Михайловичу. Сделано, не сделано. Хорошо. А в округе прошел очередной велообъезд. Стоит задача, по крайней мере, эти все процессы контролировать, отрабатывать, сопровождать то, что мы и делаем. И у меня нет сомнений, что с этой работой мы в этом году справимся. Как проходит капитальный ремонт МКД и замена лифтов, смотрите в сюжете. Милана, держи открытку, держи рюкзак, тебе удачи. И чтобы школа 1 сентября началась с такого знакомства с друзьями. Детям из малообеспеченных семей к 1 сентября подготовили подарки. Не спорю, сложно одновременно кормить, особенно когда они маленькие. Одновременно купать, одновременно пеленать. Ежегодный фестиваль счастья вдвойне состоялся в парке. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. С 1 по 7 августа в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. По ним возбуждено 32 уголовных дела. 10 человек стали жертвами дистанционных мошенников. Еще раз я обращаюсь к нашим жителям, особенно к молодым людям, бабушкам, которые что-то еще не понимают. Если вам позвонили и представились с какими-то силовиками, то будьте любезны сразу прийти в дежурную часть и сказать, что вам звонили. 72 выезда по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях пришлось бороться с огнем. В результате происшествий никто не пострадал. Пожары причинили вред только имуществу граждан. 4 августа в 15 часов 30 минут сгорание автомобиля по всей площади около 7 квадратных метров и частично обгорел соседний автомобиль Ford Transit 2 квадратных метра, боковая дверь по адресу Люберца воинов-интернационалистов у дома 21. Система ЖКХ городского округа Люберца функционировала в штатном режиме. Управляющие ресурсоснабжающие организации активно готовятся к отопительному сезону. На сегодняшний день эта работа завершена на 70%. К 1 сентября все дома городского округа будут готовы к предстоящим холодам. Из 2173 МКД 1678 паспортов подгружены в систему ГИС ЖКХ. Из 81 котельная 61 котельная готова. Из 28 ВЗУ 18 ВЗУ готовы. Из 45 КНС 28 КНС готовы. Из 64 ВНС 41 ВНС готовы. Создано 361 тонна топлива. 249 сетей теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону. 253 км сетей водоотведения подготовлены. И также 275 км сетей водоснабжения подготовлены к отопительному сезону. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи участники совещания ознакомились с жалобами и предложениями, которые поступают от жителей городского округа. Луи Зайги Азарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. В городском округе прошел очередной велосипедный объезд, который совершили сотрудники Люберецкой администрации. Они оценили качество работы дорожных служб и управляющих компаний. В зону внимания участников рейда попали дворы, дороги и скверы Малаховки. Крок до среды своими фотографиями мне и Владимиру Михайловичу. Сделано или не сделано? Хорошо. Объезд начали с поселка МЭС. Первое, на что обратили внимание – неухоженные газоны, детские игровые площадки без песка, рядом с контейнерами, навалы мусора. Много нареканий по качеству содержания внутридворовых проездов. Сегодня находится в работе целый ряд партийных проектов. Они самые различные. Созданием современной комфортной среды – это тоже все эти вопросы находятся в ведении на контроле партии «Единая Россия». Есть вопросы к работе управляющих компаний. Я думаю, мы их в ближайшее время рассмотрим на полицовете. Во время инспектирования взяли на контроль подземный переход через Быковское шоссе, которое не функционирует много лет, и плохие остановки общественного транспорта. Отдельное внимание – пешеходным зонам. Дорожные бордюры стоят на тортуаре. Понятно. Рядом с платформой «Малаховка» бордюрный камень уложен в два ряда. Но и это для пешеходов небезопасно. Трудно здесь проехать с детскими колясками. Много вопросов у администрации вызвала работа рынка рядом с железнодорожной станцией. Жители, те, которые с нами встречались, рассказали о своих переживаниях. В том числе есть и торговля, на которую необходимо обратить внимание. Потому что должным образом, к сожалению, не обслуживать свою прилегающую территорию. Планируем также продолжать подобного рода объезды. Они себя показывают очень эффективно. Поэтому то, что жители говорят и обращают внимание на свои проблемы, будем обязательно отрабатывать. Следующий рейд по содержанию территорий округа сформируют также на основании наибольшего количества обращений. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. По инициативе жителей домов на улице Космонавтов состоялась встреча с депутатами Совета депутатов Люберец. На собрании также присутствовал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Подробности в следующем материале. А можно задать еще вопрос по поводу дороги? На детской площадке яблоку негде упасть. Депутаты Совета депутатов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий в плотном кольце. Вопрос к представителям власти есть у каждого. Теперь у нас еще вопрос, извечный вопрос. Вот между 23-м, 21-м, ой, 25-м домом, вот эта вот дорога. То есть суда почему-то стекается во время дождя с Октябрьской, и все стекается к нам через наш двор. Встреча проходит в формате вопрос-ответ. Поэтому информация на большинство вопросов граждан предоставляется сразу. Водоотведение именно в этом месте. Здесь мы, конечно, занимаемся этим и откачиваем воду, и механизируем методом. Но мы ждем здесь комплексное благоустройство. Здесь уже назрела проблема. Давайте так говорим точно, чтобы она вошла в программу следующего года. Она вошла, да. Чтобы она была в следующем году. И тогда эту тему учись и как-то, скажем, отвезите воду. Следующий вопрос. Демонтаж ограждений газонов. Жители против, так как вложили немало средств и труда в благоустройство цветников. Владимир Ружицкий пояснил. Демонтаж планируется на основании областной программы. Принятой с целью избавиться от морально устаревших, пришедших в негодность ограждений. Тут же следующий вопрос. Владимир Ружицкий сразу предлагает решение и дает поручение коммунальщикам. Если у управляющей компании нет возможности оперативно установить новую детскую площадку, то торопиться с демонтажом старой не стоит. В домах проживает много детей. Мы снимаем что-либо в плане детских площадок, каких-то элементов. Если мы знаем, что мы там через неделю ставим. Если мы не ставим, то лучше не снимать. Александр Андреев проживает в доме номер 25 по улице Космонавтов. У него несколько вопросов. И все они касаются организации движения транспорта. Построили у нас объездную дорогу, которая выходит на Новоегорьевское шоссе. Повесили знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничители высоты, которые через какой-то момент времени исчезли. Знаки висят. Пожалуйста, с одной стороны, с другой стороны. Движение грузовых автомобилей запрещено. Грузовые автомобили, так как ограничителей нет, движутся в любом направлении. Вопросов так много, что выстраивается очередь. С жителями, которые не смогли задать вопрос лично, работают волонтеры, которые записывают вопросы и контакты заявителя. Потом бланки будут переданы в администрацию городского округа, руководителям и заместителям профильных управлений, а также депутатам для решения вопросов и подготовки ответов. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий совместно с депутатами городского округа «Люберцы» встретились с инициативной группой жителей. Они обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с экологией, работой торговых объектов, а также деятельностью управляющих компаний. Подробности далее. Палатки, которые около 24-го дома, торгуют в ночь спиртных. У них лицензия есть? Нет, нет. Эта проблема тревожит многих, кто проживает в домах 24 и 26 на улице Южная. Киоски, где в ночное время продают спиртные напитки, зачастую становятся местом притяжения шумных компаний. Жители просят приостановить незаконную торговлю. Есть вторая палаточка у нас. Мы берем улицу строителя. Она также ночная. И там продают с табак, то же самое. Очень часто недобросовестные водители останавливаются вдоль дороги, чем создают угрозы для движения, для пешеходов. Вы можете кого-то послать, сделать закупку и на телефон заснять. Пришлите, и я разберусь. Вопросов и обращений много. Так же, как и идей по празднованию предстоящей круглой даты. В следующем году «Люберцам» исполняется 400 лет. Жители городского округа предложили установить памятник Александру Барыкину на одноименной улице. Все замечания и пожелания, озвученные на встрече, приняты в работу. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе «Люберцы» продолжается капитальный ремонт МКД. Кроме реставрации кровель, фасадов и инженерных систем, в перечень работ входит и замена лифтов. В одном из домов, где устанавливают новые подъемники, побывали мои коллеги. Девятиэтажка на Бабратимов 27А построена в 1988 году. За это время в доме ни разу не меняли лифты. Жилое здание находилось под управлением ТСЖ и только в 2019-м перешло под ведомство ЛГЖТ. В первую очередь управляющая компания занялась вопросом замены подъемников. За три десятилетия оборудования вышло из строя. Остановка дверей, он иногда не ходил. Я в этом доме живу с основания его, 1988 года. И в частности у нас вот лифт был с основания дома и просроченный. 25 лет примерно срок службы лифтов и с переходом в управляющую компанию и лифты заменили, и фасады поремонтировали, и дороги, и бордюры. Новые лифты во всех четырех подъездах уже установлены, но пользоваться ими жители пока не могут. Ввод в эксплуатацию запланирован на первые числа сентября. Компания ЛГЖТ достаточно прагматична, очень профессионально занимается и документами, и сопровождением работ. Стоит задача, по крайней мере, эти все процессы контролировать, отрабатывать, сопровождать, что мы и делаем. И у меня нет сомнений, что с этой работой мы в этом году справимся. Всего в этом году в 13 люберецких домах заменят 39 лифтов. На сегодняшний день уже 27 новых подъемников обслуживают жители МКД. 8 единиц оборудования в процессе замены. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Подготовка округа к отопительному сезону подходит к концу. Обычно отопление в дома подают уже в середине сентября. Готовность котельной на улице Шевлякова в Люберцах проверил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ужицкий. Пока еще на улице тепло, в котельной на Шевляково идут профилактические работы. Рабочие торопятся, потому что сейчас в близлежащих домах нет горячей воды. Идет просто осмотр, профилактический ремонт всего хозяйства, где есть какие-то подозрения, что могут возникнуть проблемы зимой. Поэтому да, службы работают. И сегодня котельная остановлена с 1-го, где-то по 15-е августа. Но я думаю, мы даже раньше ее запустим на день-два. Эта котельная построена в 1960-м. В 2016-м проведена ее полная реконструкция. Все оборудование новое, увеличенной мощности. То, что оно не российского производства, трудностей с обслуживанием и ремонтом не вызывает. Есть оборудование, которое сегодня не только на этой котельной, а на целом ряде нашего городского хозяйства. Это и в системе водоканала, и электросети применялось и применяется оборудование импортное. На сегодняшний день наши специалисты отрабатывают, каким образом можно выйти, если понадобятся запасные части. У нас такие наработки ведутся, они и есть. На сегодняшний день округ готов к отопительному сезону на 71%. Профилактические работы проведены в 65 котельных, в 18 ВЗУ и почти в 1700 домах. Ирина Иванова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В микрорайоне «Самолет» появится новый мини-детский сад на 125 мест. Сейчас там проводят ремонтные работы. Завершатся они уже в конце августа. Новый полисадик будет расположен на первом этаже в здании инженерно-технологического лицея. Всего будет 4 группы от 1,5 до 7 лет. Ремонт проводят в рамках региональной программы предоставления и создания мест для детей дошкольного возраста. Есть определенная очередность в ожидании своего места в детском садике. Для этого было принято решение развивать сеть полисадов, так называемых полисадиков. Поэтому наша задача к 1 сентября это помещение отремонтировать и открыть новый полисадик. Ремонт начали с нуля. Строили перегородки для будущих спален и игровых зон, буфета, гардероба и собственного туалета. Вход для дошколя тоже будет отдельный. Пересекаться со школьниками они не будут. Ремонт полисадиков в округе идет по трем адресам. В инженерно-технологическом лицее, в школе номер 28 и в 59-й школе деревни Марусина. Принципиальное отличие в том, что полисадики не предусматривают образовательную деятельность. То есть здесь будет организован досуг, игровая деятельность, сон в соответствии с режимом детей дошкольного возраста, прогулки, питание, точно такое, как в детском саду, но не предусмотрена образовательная деятельность. Прием в такой сад осуществляется только по заявлению от родителей. Это первый проект, который создан на базе школы. Полисадик в микрорайоне «Самолет» начнет работать уже 1 сентября. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкий городской округ готовится к новому учебному году. Состояние детских садов и школ оценивает межведомственная комиссия. Процесс стартовал 15 июля. По информации управления образованием, на сегодняшний день проверены и приняты 49% образовательных учреждений. Вместе с инспекцией в школе номер 28 побывала съемочная группа нашего телеканала. 28-ю школу построили в 2017 году. Объект новый, но объем проделанной работы значителен. В здании провели сантехническую обработку, промыли вентиляционную систему, поменяли фильтры. Осмотр помещений начинается с класса физики. Основные вопросы, на которые мы уделяем внимание, это, конечно, санитарно-техническое состояние зданий, сооружений, помещений, готовность учебных классов, мест массового пребывания, это столовые, актовые залы, туалетные комнаты. Класс оборудован всем необходимым. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков отметил хорошую оснащенность класса, наличие интерактивной доски. На партах новенькие учебники. Школа закупила 13 тысяч экземпляров для учеников с 1 по 11 класс. Также приобрели материалы для специализированных кабинетов. Это расходные материалы. Для кабинетов технологии были закуплены расходные материалы. Это древесина. Что касается химии, биологии, были закуплены химические препараты для расходников, чтобы дети проводили, работали с ними на лаборатории. Члены комиссии осмотрели классы, где проходят уроки труда. Помещения укомплектованы швейными машинками и станками. Зашли в военно-патриотический клуб юнармии. Любимое занятие ребят – сборка-разборка автомата на время. Посетили зал хореографии, где в первой половине дня ученики 1-4 классов занимаются ритмикой, а после обеда разучивают танцы народов мира. Актовый зал вмещает 700 человек. Те дети, которые сюда ходят, конечно, это счастливые дети. Общение в таком количестве друзей огромном дает свои результаты. И, конечно же, в будущем это наши инженеры, это наши спортсмены, это наши педагоги. В том числе мы будем надеяться, что свои знания, которые получат в наших учебных заведениях наши же ученики, в последующем студенты после окончания вузов будут работать в нашем округе. Столовая рассчитана на 500 учеников. По словам директора, пообедать успевают все. С подачи губернатора Московской области Андрея Воробьева в меню появились пельмени. В составе комиссии представители управления образованием, Роспотребнадзора, пожарной охраны, МВД и ГИБДД. Каждый изучает школу, исходя из специфики работы. Сегодня комиссия посмотрела школу номер 28, в состав которой входят три детских сада, два полисадика и две полноценные здания школы. Школа принята к новому учебному году. У службы структур, с которыми мы сегодня работали, вопросов, замечаний нет. Работа комиссии продлится до 15 августа. В детский сад или школу она приезжает, как только там заканчиваются все работы по подготовке. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 20 августа в Малаховской поликлинике завершится капремонт рентген-кабинета. С ходом работы знакомился исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Подробности поездки в следующем материале. Капитальный ремонт идет на площади 65 квадратных метров. Специалисты подрядной организации зашли на объект в мае. В настоящее время черновые работы заканчиваются у нас. На 99% шлифуются полы. Належащий вид появляется после планировки. Чтобы перекрытие выдержало медицинское оборудование, полы усилили с помощью каркаса и залили бетоном. Допустимая нагрузка – 3 тонны. Следующий этап – заливка полов основной стяжкой. Также надо подготовить площадку под аппаратуру. Для защиты от излучения стены на площади 30 квадратных метров обшили свинцовыми пластинами. В помещении ведутся инженерные работы. Протягивается электрика. Практически готова автономная система вентиляции. По словам прораба, еще несколько дней и можно будет выходить на чистовую отделку. Старое оборудование прослужило более 15 лет, поэтому демонтировано, рассказали медики. Новое заказано, находится на складе. Монтаж планируется сразу, как строители завершат работу. В кабинете установят рентгенаппарат и маммограф. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С начала года на железнодорожных путях, пересекающих городской округ Люберцы, погибли 14 человек. По сравнению с прошлым годом рост существенный. Ситуация вызывает обеспокоенность в администрации округа правительстве Московской области. Специалисты службы безопасности дорожного движения и РЖД провели совместный рейд по профилактике травматизма на железной дороге. Подробности далее. Несанкционированный пролом между станцией Ухтомска и станцией Люберцы-1. Один из наиболее опасных проходов через пути на территории городского округа. С начала года здесь погибли два человека. Несколько получили увечья. Этот участок опасен тем, что он рассекает город Люберцы, скажем, на две части. Движение здесь с установленной скоростью до 140 км в час. Интенсивность движения также большая, что электропоездов, что пассажирских поездов. У граждан пролом популярное место. Утренние часы. Все спешат на работу. Поток такой, что представитель администрации не успевает делать замечания. Здравствуйте. Вы в курсе, что вы нарушаете административный... Ну, до свидания. Все равно здесь доработают. Все равно ночью я здесь жительница. Все равно ночью тут все разбомбят. Вы в курсе, что нарушили административное законодательство? Я больше так не могу делать. В РЖД, чтобы установить интенсивность людского потока, провели наблюдение. Зафиксировали, что за час здесь в среднем проходит 40 человек. На территории городского округа таких участков 4. Значит, это Томилино. Это сам город Люберцы, уже сама станция Люберцы. Вот здесь вот, в районе платформы Ухтомска и в районе платформы Косино. Также люди не соблюдают безопасность, ходят в сторону метро. Именно на этом переходе в этом году погибло 2 человека. Роста по сравнению с прошедшим годом именно на этом переходе нет. Но, в принципе, на территории городского округа Люберцы у нас с начала года погибло уже 14 человек. По сравнению с за тот же период прошлого года погибло 8 человек. Обследование ограждений железнодорожных путей на предмет проломов проходит еженедельно. При обнаружении ремонт занимается РЖД. Заделывают в течение трех дней. Сутки ни одно ограждение на таких тропах не продержится. Его заново проламывают, перепиливают болгарками, все что угодно. В некоторых местах машинами видно, что дергают и выломают целые секции. Штраф за проход в несанкционированном месте – 100 рублей. Граждан штрафуют, но это особо не помогает, говорят участники рейда. В настоящее время достигнута договоренность с полицией на транспорте, чтобы оформление производилось не на месте правонарушения, а в отделе. Чтобы человек, решивший пройти через пролом и сэкономить 10 минут, проводил в полиции, оформляя штраф, несколько часов. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Служба участковых уполномоченных полиции всегда считалась самой близкой к народу. В следующем году одному из важных и многофункциональных подразделений в системе органов внутренних дел исполнится 100 лет. Что входит в обязанности участкового полицейского и как проходит его рабочий день – ответы на эти вопросы в сюжете нашего корреспондента. Добрый день, участковая уполномоченная полиция, откройте, пожалуйста. Сегодня у Евгения Федорова плановая проверка по месту проживания условно осужденного гражданина. Подобные визиты участковый уполномоченный полиции проводит регулярно. Держит под контролем его поведение и проводит профилактические беседы. – Не употребляешь сейчас? – Нет. – Молодец? – Никогда не откажет. Всегда найдет время, чтобы все это уладить, все вопросы решить. На работу я сам устроился. Так бы я даже по работе мог бы обратиться к нему. И я думаю, что он бы не отказал бы. В зоне его ответственности весь 115-й квартал. Участковый уполномоченный следит за порядком везде – и в жилых домах, и на улицах, и даже в сетевых торговых объектах. В этом магазине в начале года была совершена кража примерно на 16 тысяч. После чего гражданка была задержана, которая ее совершила, и впоследствии привлечена к уголовной ответственности. Сотрудник полиции распознал преступницу с помощью камер видеонаблюдения. Сейчас злоумышленница находится в местах лишения свободы. Обеспечивать правопорядок и защищать покой граждан Евгений Федоров мечтал всегда. С малых лет наблюдал за отцом, который 20 лет проработал в уголовном розыске. С тех пор и решил, что тоже будет носить погоны. Никогда не слышал от отца каких-то там отрицательных моментов. Он в семье это никогда не переносил. Столько положительные были эмоции. И, в принципе, с детства у меня уже устоялось то, что это вполне достойная профессия. И работы много, да, каждый день что-то новое. И не бывает такого дня, что как-то одно и то же. И не бывает такого дня, чтобы не поступали слова благодарности. Ведь служба участковых у полномочных полиции – это первая инстанция, куда со своими вопросами и бедами приходят люди. А задача сотрудника – услышать каждого и непременно помочь. В неделю специалисты единой дежурной диспетчерской службы «Люберец» принимают от 7 до 9 тысяч звонков. Каждое обращение необходимо обработать. Серьезная нагрузка для коллектива, который трудится посменно. Работу службы 112 проверил исполняющий обязанности главы городского округа «Люберцы» Владимир Волков. Этот вопрос специалисты Центра обработки вызовов единой дежурной диспетчерской службы задают с интервалом в минуту. В зале 7 операторов. Система 112 работает по принципу одного окна. В первую очередь служба 112 существует для приема вызовов, связанных с угрозой жизни и здоровью. Кроме того, что она объединяет четыре основные экстренно-оперативные службы, которые мы давно знаем, 0102, 0304. Татьяна Федорова работает оператором ЕДДС второй год. Смена начинается в 9 утра и длится сутки. На одного специалиста за 24 часа в среднем приходится 200-300 звонков. Звонки касаются в основном вызов скорой. Справочного характера это спросить телефон отдела полиции. Как вызвать врача, я думаю, это очень часто. Это вообще задаваемый вопрос, потому что номер 122 почему-то путает с нашим экстренным телефоном 112. Задача оператора – звонок принять и обработать. В первую очередь уточнить, нет ли угрозы жизни. Затем установить причину звонка, адрес и соединить со службой, чья помощь требуется. На всю смену в сутки приходится 1200-1300 звонков. Более 50% вызовов связаны с работой и вызовом скорой медицинской помощи. Порядка на уровне 50-55%. В районе 20% – это полиция ГИБДД. Ну и там, соответственно, небольшой процент, слава богу, связан с вызовами пожарных спасателей, специалистов аварийной газовой службы. В ходе визита Владимир Волков познакомился с коллективом, спецификой работы службы и с условиями, в которых трудятся специалисты. Также он провел планерку с руководящим составом Люберецкой ЕДДС. Участники встречи обсудили рабочие вопросы. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Томилине работает единственное в России предприятие, на котором производят индивидуальные системы жизнеобеспечения летчиков и космонавтов и систему дозаправки самолетов во время полета. Подробности в следующем сюжете. Созданные на заводе системы эксплуатируются на тысячах военных и гражданских самолетах и вертолетах в России и за рубежом, на всех российских пилотируемых космических кораблях, орбитальных станциях и МКС. На предприятии изготавливают дыхательные аппараты для аварийно-спасательных служб, кислородные аппараты для альпинистов, противошоковые костюмы, а также катапульты и скафандры. Это кресло-послонавты Крады Восток вместе со скафандром. Именно в скафандрах «Звезды» совершили полеты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов. В демонстрационном зале есть уникальный костюм, предназначенный для лечения нарушений координации движения, вызванных ДЦП или инсультом. Все изделия сконструированы и созданы на «Звезде». Очень приятно был удивлен, конечно же, технологиям, которые здесь применяются, людям, которые работают, потому что любой продукт, любое изобретение – это конкретный человек. И благодаря работе этого коллектива, конечно же, и наша космонавтика, и наша авиация, и наша страна находятся на лидирующих позициях. На предприятии работают 1650 человек. Из них более 900 проживают в городском округе Люберцы. В октябре ведущему научно-производственному предприятию «Звезда» исполнится 70 лет. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Особенности процедуры голосования на предстоящих выборах в Совет депутатов городского округа Люберцы, они пройдут 11 сентября, разъяснил в ходе пресс-конференции председатель территориальной избирательной комиссии Люберец Борис Новиков. В округе образовано 8 многомандатных избирательных округов. В каждом должно быть избрано по 4 депутата. Таким образом, Совет депутатов муниципалитета второго созыва будет состоять из 32 человек. На эти выборы у нас зарегистрировалось кандидатами в депутаты Совета депутатов 111 человек. В порядке самого движения зарегистрировано 4 кандидата. В партии «Единая Россия» зарегистрировано 29 кандидатов. Партия КПРФ – 29 кандидатов. Партия ЛДПР – 24 кандидата. Родина партия – 10 кандидатов. Наша новая партия «Новые люди» – 3 кандидата зарегистрированы. «Справедливая Россия» подала нам 8 кандидатов, мы зарегистрировали. И партия пенсионеров – 4 кандидата. В городском округе Люберца около 260 тысяч избирателей. Образовано 173 участковых избирательных комиссии. Люберчанам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти, предоставлено право проголосовать дома. Для этого необходимо проинформировать участковую комиссию письменно или по телефону с 1 по 11 сентября до 14.00. Также можно проголосовать досрочно. Оно пройдет с 31 августа по 10 сентября включительно. Досрочное голосование у нас будет проходить во дворце «Спорта Триумф». Вход с центральной входной группы «Смирновская, дом 4». Там будет работать территориальная избирательная комиссия на досрочных выборах. Значит, работать мы будем в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00. Учитывая, что все избирательные округа четырехмандатные, избиратель может проголосовать за одного, двух, трех или четырех кандидатов. Предварительные результаты голосования будут известны 12 сентября. Люберчане продолжают собирать гуманитарную помощь российским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Очередную партию упаковали и готовы отправить на Донбасс. Очередной гуманитарный груз формируют в офисе Люберецкого отделения «Союза женщин России». Несколько сотен упаковок минеральной воды, коробки со сладостями и предметы личной гигиены. Мы не можем остаться в стороне. Естественно, те ребята, которые принимают участие в спецоперации на Украине, мы женщины, мы хотим их поддержать какими-то добрыми словами и небольшими подарками. К сбору гуманитарной помощи подключились люберецкие депутаты и предприниматели. Безусловно, мы должны поддерживать наших ребят, которые находятся на передовой, сегодня участвуют в спецоперации. Также мы поддерживаем жителей ДНР, ЛНР, мы единый народ. Московский региональный союз потребительской кооперации уже не первый раз принимает участие в благотворительной акции. В подмосковный госпиталь, в котором проходят лечения военнослужащие, предприниматели уже доставили телевизоры и кондиционеры. Сейчас закупили продукцию для российских военных на Донбасс. В каждую коробку положат письма, детские рисунки и поделки. Акцию «Напиши письмо солдату» в Наташинском парке провели по инициативе участницы клуба «Активное долголетие» Марии Сидоровой. Собрали вот такие вот поделочки от детей, которые сами делали, старались очень, сидели с мамами, с папами сидели, делали. И писали письма. Многодетная мама со своими детками рисовали рисунки, очень старались. Детки прикладывали свои ручоночки. Благотворительная кампания в округе продолжится. В ней может принять участие каждый. За подробностями нужно обратиться в Люберецкое отделение «Союзы женщин России». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. По поручению правительства Московской области, дети из малообеспеченных семей, которые в этом году пойдут в первый класс, получат подарок первоклассника. В него входит рюкзак и канцелярские товары. В городском округе Люберцы школьной принадлежности получат 86 детей. В гостях у одной из первоклассниц побывали мои коллеги. Возьми в руки карандаш. Уверена читает, умеет писать и считать. Уже купила школьную форму и часто примеряет ее дома. Шестилетняя Милана Попова с нетерпением ждет момента, когда впервые сядет за парту. 1 сентября она станет ученицей 59-й школы. Я очень хочу учиться и хочу побыстрее пойти в школы. Подготовка к школе – это радостный и волнительный период для ребенка и затратный для родителей. Чтобы помочь мамам и папам справиться с ним, региональное правительство запустило акцию «Подарок первокласснику». Милана, держи открытку, держи рюкзак, тебе удачи. И чтобы школа 1 сентября началась с такого знакомства с друзьями, с одноклассниками. У тебя появится очень много друзей, с которыми ты по жизни потом будешь идти. Да, на первое время, думаю, в ближайший месяц-два нам хватит. Ждем родительского собрания в школе 59-й Кореневской, для того, чтобы понять, что нам нужно покупать далее. Но сейчас нам подарили рюкзак для первоклассника, уже немножко, можно сказать, мы готовы. Пенал, тетради, ручки, карандаши, цветная бумага, ножницы. В рюкзаке все самое необходимое для учебы Миланы. Осталось только дождаться 1 сентября. Дай пустейный гладить. Нет, мне это в школе. Нет, да. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ежегодный фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне» прошел в парке Наташинские пруды. Этот фестиваль не только для детей, утверждают организаторы, но и для взрослых. Подробнее в нашем сюжете. С родителями за ручку и на колясках в Наташинский парк спешат близнецы и двойняшки разного возраста. Девятилетние София и Варвара Донских очень любят друг друга. Вместе играют и сидят за одной партой в школе. На фестивале им особенно понравилось лепить и рисовать. Нам весело здесь, очень здесь хорошо, уютно. У нас такая музыка очень хорошая есть. Очень красиво. У вас все получилось. Все красиво и комфортно. Надежда Надежина – мама двух мальчиков-двойняшек. Еще будучи беременна и мечтала познакомиться с такими же родителями, как она. Спустя год после рождения сыновей мечту помогли осуществить подруги по сообществу «Мама офлайн». Не спорю, сложно одновременно кормить, особенно когда они маленькие. Одновременно купать, одновременно пеленать даже, переодевать. Но на самом деле это такое счастье, когда тебя целуют сразу в обе щечки. Это очень здорово. Фестиваль «Счастье вдвойне» проходит в Люберцах уже шестой год. И с каждым разом количество его участников растет. Луиза Эгия, Зарян Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редакция телеканала ЛРТ вновь открыла свои двери. На этот раз у нас в гостях побывали ученики школы английского языка. Дети узнали, что такое суфлер, хромакей и как создают новостные сюжеты и программы. Подробности о визитивных гостей в нашем материале. Знакомство с телеканалом началось в кабинете генерального директора. Сначала мальчики и девочки по очереди рассказали о себе и своих увлечениях. Этих ребят объединяет общий интерес. Они изучают английский язык. На ЛРТ пришли за новыми знаниями и впечатлениями. Наш телеканал – это то, что мы делаем сами полностью. У нас есть лицензия на это. Мы сами формируем сетку вещания, закупаем фильмы, мультфильмы, делаем собственные программы и, соответственно, выходим в эфир. А вот как выходят в эфир, ребятам тоже рассказали, а точнее показали и даже предложили попробовать самим прочитать подводки к новостям. Вот вы уже сами, в принципе, обратили внимание. Повернитесь назад, вы видите суфлёры. Я впервые на телевидении, и тут очень круто. Я желаю всем счастья, чтобы не болели и всё время работали на ура. Это был интересный опыт для меня. В память об этой экскурсии юным гостям вручили сувениры с символикой телеканала и пригласили снова посетить телевизионное закулисье. I like LRT. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова